В Ярославской области начали сбор средств для пострадавших при взрыве газа в жилом доме. Инициатором выступила общественная палата. В результате ночной трагедии погибли семеро десятки людей и пострадали. Весь сегодняшний день спасатели разбирали завалы. На место катастрофы прибыл глава МЧС. Владимир Пучков с трудом добирался до разрушенной пятиэтажки. Мешала погода. Из Ярославля репортаж Эдики Лялина. Над судостроительной улицей еще и тучи сгустились в буквальном смысле. Завалы разбирали в условиях снежного шторма. Из-за многокилометровых пробок, связанных с непогодой, даже въезд в город был крайне затруднен. Тем не менее информация практически поминутно поступала в штаб МЧС. Как в режиме видеоконференции, так и напрямую в виде доклада на месте. Последние данные озвучил глава министерства Владимир Пучков. Сейчас пострадавшие находятся в лечебных учреждениях. Организовано оказание необходимой специализированной медицинской помощи. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кроме того, мы на заседании рабочей группы правительственной комиссии еще раз обсудили весь комплекс мероприятий по адресной конкретной помощи и поддержке каждой семье пострадавших и погибших. Мощный взрыв прогремел в 4.20. Стекла выбило даже в соседних домах. Что именно произошло, в первые минуты понять никто не мог. От взрыва проснулся, потом слушал, как стена поехала, и все. В окно выглянул, там огонь горел. Думал, машина взорвалась. А потом смотрю, пыль стоит. Оделся, вышел на улицу, подъезда нет. Вот меня разбудил этот балкон. Стекла сразу полетели. Вот я соскочила, испугалась. Пока побежала, побежала. А потом, говорю, вот, немножечко отошла. Документы-то. Вот быстро тут сводила, чтобы документы. Одежда в калидорчике. Все, и милиционер меня вытащил. Эвакуировать всех жильцов из аварийного здания было задачей номер один. С ней справились оперативно. 130 человек покинули квартиры в считанные минуты. Нам повезло. У нас три квартиры по бокам. Вот от той, которая обрушилась. Вот там весь стояк обрушился. У них там горело и взрывались. А мы вот тут вот рядом все сидим. Все живые у нас. Мы все вышли. Кого через окна доставали, у кого заклинило, у кого дверку. У нас дверь просто выбило вот в квартиру. Мы ее тоже так... Муж у меня хорошо. Если он ее так отодвинул, мы так щелочку вырезали. Уже оказавшись на улице, они звонили соседям, тем, кто, возможно, остался под завалами. Помогали друг другу. Одна из пострадавших сама дозвонилась до спасателей из-под обломков. Сейчас женщина находится в больнице. Еще восемь человек также под наблюдением врачей. Трое в крайне тяжелом состоянии. Их уже прооперировали. Мужчина перелом таза. Он достаточно тяжелый. У нее тяжелый шок. Он в реанимационном отделе. У него уже раны обработаны. Одна женщина, та, которую привезли первой, она, видимо, была где-то на поверхности. У нее раздавлены две ноги. Открытые суставы. Тоже тяжелая очень травма. Забрать личные вещи и документы пострадавшие смогли только после предварительной экспертизы следователей под надзором спасателей. Сотрудники МЧС разгребали завалы все утро и весь день. Для работы в темное время суток развернули вот такое специальное световое оборудование. Это все, что осталось от подъезда пятиэтажного дома. Со слов представителей МЧС, жильцы этого дома уже вряд ли вернутся в свои квартиры. Всех пострадавших, а это более сотни человек, разместили в местном ДК. Там им предоставили горячее питание и помощь психологов. Мы в одном доме живем. Мы все как своя родня в одном доме. Много лет живем. Всех переживаем. Всех жалко. Ночевать те, кто лишился дома, в ближайшие дни будут в гостиничных номерах и общежитиях. Кто-то уже уехал к родным. В списке погибших семь человек. Двое из них дети. Мальчик, пяти лет и девочка, подросток. К опрушившемуся подъезду весь день люди приносят цветы. В Ярославле объявлен трехдневный траур. Эди Каляльна, Игорь Ченышев, Илья Мастюгин, Пятый канал, Ярославль.